30 декабря в 17 часов в Центре культуры и досуга состоится финал районной лиги КВН. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите телевидение «Новый век Жердевка». Сегодня в выпуске. В Жердевском районе состоялось открытие Всероссийского фестиваля «Выходи гулять». Кинотеатр «Мир» сегодня открылся после ремонта. Наши коллеги из ГТРК «Тамбов» отмечают сразу две круглые даты и выступление заместителя начальника Следственного комитета Александра Лысикова. Открытие фестиваля городской среды «Выходи гулять» состоялось вчера на стадионе детско-юношеской спортивной школы. Там прошло театрализованное новогоднее представление «Искрись огнями елочка», подготовленное силами городского дома культуры. Участниками праздника стали учащиеся второго здания Жердевской основной общеобразовательной школы. Дети с удовольствием водили хороводы, отгадывали загадки и участвовали в конкурсах, где нужно было проявить быстроту реакции и смекалку. Детвору развлекали сказочные персонажи – Снеговик и Баба Яга. А главным событием праздника стало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые предварительно провели конкурс на лучшее поздравление Деду Морозу. Ребята активно приняли в нем участие. Около 50 поздравлений получил Дед Мороз, за что всем детям были подготовлены сладкие призы. А три участника, которые сочинили самые интересные поздравительные телеграммы, были отмечены призовыми местами. И подарки им вручил лично Дедушка Мороз. Фестиваль городской среды «Выходи гулять» будет проходить в Жердевском районе в течение четырех месяцев – с 27 декабря 2017 года по 10 апреля 2018 года. Главная задача фестиваля – вовлечение населения в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» и обсуждение проектов благоустройства на следующие годы. Массовые гуляния, приуроченные к Новому году, уже начались в городе и сельских советах. Затем жители ждут развлекательные программы, посвященные другим любимым праздникам – Рождеству Христову, Масленице, Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню. Местом их проведения станут парки, общественные и придомовые территории, обновленные в 2017 году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Так в Жердевке и в Жердевском районе пройдут развлекательные игровые и театрализованные программы, тематические концерты, спортивные турниры. Новогодним подарком для ценителей киноискусства в нашем районе стал обновленный зрительский зал в кинотеатре «Мир». На его реконструкцию потребовалось около 1 миллиона рублей, которые выделил районный бюджет. Большая часть средств, около 700 тысяч рублей, потребовалась на закупку новых кресел. По сравнению с предыдущими они мягче, у них выше спинка, а на подлокотниках есть подстаканники для попкорна. Из-за реконструкции немного изменилась схема зала, теперь нет прохода по центру. Сократилось и число мест с 328 до 228. Открытие обновленного кинозала состоится уже на этой неделе. Наверное, приятно посмотреть хороший фильм в удобных креслах, в уютном зале. Поэтому было принято решение приобрести новые кресла. Средства на приобретение кресел были выделены из районного бюджета. На сегодняшний день наш кинотеатр соответствует всем современным требованиям кинозалов. На 28 декабря мы планируем возобновить показ фильмов. Приходите, мы вас всех ждем. Государственная телерадиокомпания «Тамбов» в эти дни празднует 25 лет телевидению и 80 лет радио. В связи с такими круглыми датами наши коллеги-журналисты отправились в тур по райцентрам области. Передвижной почтовый пункт ГТРК в понедельник посетил Жердевку. В фойе кинотеатра «Мир» тамбовские журналисты развернули юбилейный пресс-вол, на фоне которого можно было сфотографироваться с тамбовским ведущим «Вечерних вестей» Игорем Корняковым. И сегодня проходит спецоглашение конвертов любой, там открытки и так далее, это неважно. Такое событие бывает, еще раз повторюсь, один раз. Один раз бывает 25 лет, один раз бывает 80. Еще одна деталь, что именно этот год стал юбилейным для нашей области. И Тамбовская область также отмечается 80 лет, как и на нашу радио. Так что мы уже большие и взрослые. В честь 80-летия радио и 25-летия телевидения Тамбовский почтамп выпустил особый художественный штемпель. Надеюсь, что все конверты, которые мы проштемпеливали этим праздничным штемпелем через данное количество лет, будут иметь необыкновенный материальный ценз. Игорь Корняков и заместитель директора ГТРК Тамбов Константин Денисов вместе с юбилейным штемпелем отправятся во все райцентры области. Жердевка стала первой их остановкой. У нас собралось несколько десятков человек, чтобы первыми узнать о юбилейных датах Тамбовского телевидения и радио. Процедура, я думаю, что она хоть и непонятная была для людей, задавали вопрос, как это будет происходить, для чего это нужно. Но когда процедура прошла, я думаю, все поняли, что это достаточно знаменательное событие для Жердевского района. А юбилярам наш глава района пожелал почаще посещать гостеприимный Жердевский район и рассказывать о наших достижениях всем жителям Тамбовской области. В декабре 2017 года сотрудниками Жердевского районного следственного отдела к своему производству было принято ряд уголовных дел различной категории. Так, одним из уголовных дел, принятых к производству, явилось уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 ст. 139, а именно незаконное проникновение в жилище. Как было установлено в ходе проведенной проверки, 8 ноября 2017 года около 20 часов житель города Жердевка находился на улице Интернациональной. Подошел к одному из жилищ, однако данное жилище было закрыто. Из оконной рамы выставил окно и пролез в указанный дом. В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела допрашиваются очевидцы совершенного преступления, ведется следствие. Еще одним уголовным делом, принятым к производству, явилось уголовное дело, возбужденное Кольчугинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области. Данное уголовное дело в декабре 2017 года для дальнейшего расследования было направлено в Жердевский межрайонный следственный отдел. Как установлено в ходе следствия, 5 июня 2017 года двое жителей Владимирской области приехали на территорию Тамбовской области. Находясь на территории Тамбовской области, между ними произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе данной драки один из участников подверг сильное избиение потерпевшего, в результате которого нанес ему множественные телесные повреждения по голове и груди. После этого указанные мужчины уехали во Владимирскую область. Однако потерпевший спустя 7 дней после произошедшей драки скончался. В настоящее время по данному факту сотрудниками Жердевского межрайонного следственного отдела допрашиваются очевидцы и свидетели совершенного преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Ведется следствие. Кроме того, 13 декабря 2017 года сотрудниками Жердевского межрайонного следственного отдела было возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из детских садов Мордовского района Тамбовской области. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно мошенничество, совершенное с использованием должностного положения. Как было установлено в ходе проведенной проверки, директор указанного учреждения в период 2016 года совершило хищение бюджетных денежных средств на сумму более 50 тысяч рублей. В настоящее время по данному уголовному делу допрашиваются работники указанного учреждения. Назначена необходимая судебная экспертиза. Ведется следствие. В завершении выпуска о погоде. Завтра будет пасмурно. Температура днем плюс 3 градуса, ночью 0. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. 30 декабря в 17 часов в Центре культуры и досуга состоится финал районной лиги КВН. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...